Каждый вправе выбрать путь, но некоторым приходится прокладывать его самостоятельно. В редакцию программы «Челны-24» обратились возмущенные жители 52-го комплекса. Пешеходную дорожку здесь перекрыла стройка у магазина, и теперь обходить ее нужно с риском для жизни по проезжей части. Наша съемочная группа отправилась на место выяснить причины размолвки горожан и бизнесмена. Доступ к тротуару местные жители потеряли в начале недели. Магазин затеял ремонт и оградил территорию забором, не предложив челнинцам взамен никакого альтернативного маршрута, кроме проезжей части. Вот нам приходится сейчас объезд, через автовая дорога приходится. Сейчас латно еще, осень, светло, можно ехать, а зимой там снег, грязь, света нету, темно. Тротуар был проложен лишь вдоль территории магазина. Дальше жители 52-го комплекса вынуждены идти по грязи или по автодороге. Тем не менее, наличие даже небольшого благоустроенного участка пути приносило челнинцам ощутимую пользу. Конечно, она обрывается сразу возле 16-го дома. Там сразу начинается тропинка. Но это все равно у нас был выход. Хоть мы по этой тропинке попадали туда на 40 лет победы, там есть пешеходная дорожка. А следующая пешеходная дорожка у нас возле Московского проспекта. Во время работы съемочной группы «Челны-24» к магазину привезли деревянные поддоны, из которых рабочие сразу принялись сооружать дорожку для пешеходов. Кроме того, тротуар принадлежит владельцу магазина. И то, что он перекрыт, не является нарушением закона. Существует пешеходная тропинка, бетонная, которую мы положили в 2002 году. Также мы ее хотим улучшить, осветить, постелить брусчатку. По словам представителя бизнесмена, здание магазина собираются расширить за счет небольшого пристроя и благоустроить территорию возле него. Работы планируется завершить в течение полугода. Но законность ситуации от проблемы не избавляет. Тротуар на данном участке необходим. И кто подарит его горожанам – предприниматель или городские власти – вопрос открытый.